видео про рассаду я показывала как я пикирую помидоры вот по таким вот скаточкам с круточкам я не знаю как их правильно назвать и вот я их высаживаю мне доделали теплицу я их теперь высаживаю вот я разорвала резиночки раскрутила пакетики и вот какие не поврежденные нетронутые корни очень удобно рядом с кабачком специально поставлена дырявое ведро причем ну там вот у него трещина на дне уезжая домой я наливаю в это ведро воды и всю неделю кабачок потихонечку пьют проводятся эксперимент три огурца посажена вот так вот довольно-вольно да еще в таких пластиковых кожухах вокруг все будет замульчировано травой и посмотрим еще я их не буду формировать посмотрим что получится вот такой урожай редиски мой супруг требует редиску с белыми кончиками в этот раз даже он согласился что красная круглая у нас получилось моя любимая горная сосна называю ее просто горное название не запомнила наверное она горная какая-то вот такая у меня елочка растет маленькая пока маленькая это по-моему какая-то глаука если я не путаю название надо будет потом посмотреть где-то у меня записано вон какой хороший прирост дала в этом году вот еще одна елка тоже по моему глаука а вот это вот елочка росла у нас на границе участка она была таким маленьким дохлым крючком мы ее пересадили и вот она какая шикарная стала абсолютно мерзкий звук откосилки но никуда не деться моя половина косят траву вот еще одна елка тоже должна была быть голубая но на самом деле она теперь растет как зеленая потому что она растет в тени забора на нее солнце попадает мало и она стала зеленая и вот прирост у нее тоже в принципе зеленый вот этот пион очень странный он цветет через год год махровый год не махровый год махровый год не махровый думаю что в этом году очень много бутонов на тебе просто каждый побег заканчивается бутоном думаю что он будет не махровым в прошлом году были цветочки бомбочки ты молодец испуганный мой пион выдал два бутона но этого мало на такую зеленую массу постарайся в следующий раз жду больше набрали цвет все мои пиончики сухо вон голову повесил надо будет его полить скучать буду без вас я теперь только через месяц сюда приеду боюсь что не увижу как вы цветете красавчики мои вы тоже без меня скучаете сережей ты без меня скучай да и по-моему стал немножечко отходить мой рододендрон вот какая-то пучка у него появилась расти мой мальчик будь умницей понемножку начинают восстанавливаться мои сгоревшие елки то вот можжевельник я думаю наверно обрезать и оставить здесь вот есть еще один стволик он не по странно не так пострадал поэтому я думаю что я попрошу мужа обрезать вот этот большой оставлю вот этот маленький потому что ну что-то уже сил у меня нету и у него нету больше сил а вот это его как-то хакура ну тоже не помню я название старенькая стала название забываю очень красивые у нее молодые побеги белорозовые дел переделано немерено что-то я пересаживала пикировала мульчировала разрежала сажала в общем устала и не успел желтый лилейник распуститься до моего отъезда так что и желтого лилейника не увижу в этом году вот это растение мы называем маленький цветочек я не знаю как она называется по правилам но она смешно и она выкидывает стрелку с цветочками свекольного цвета в этом году собираются свести молодила когда я первый раз увидела как она цветет что-то такое инопланетное тайна третьей планеты но когда зацветет я сфотографирую и на горох натянули сетку снизу пришпилили металлическими крючками и правда там по моему трос какой-то проволока продета немножко не рассчитали высоту не до конца она у нас но на будущий год будем лучше рассчитывать и сблизи это выглядит вот так вот да там проволока продернута сквозь сетку и пришпилена кое-где вот такими металлическими крючками ровными рядами растет чеснок и молодая клубничка первые рис распустились у меня в лесу на целый месяц остаются скучать мои качельки пока пока дача теперь я приеду только через месяц и и и и и и Продолжение следует...